Конечно же, происходят какие-то интереснейшие процессы в российской армии. Вот сейчас многие темы, в том числе и эту, мы обсудим с генералом армии, руководителем службы внешней разведки Украины, Николаем Григорьевичем Маломужем. Николай Григорьевич, мы вас приветствуем. Спасибо громадное, что нашли время. Здравствуйте. Приветствую вас, слава Украине. Героям слава. Николай Григорьевич, скажите, пожалуйста, вот такие частые, ну, скажем так, как текучка кадров, которая происходит сейчас в российской армии, в том числе и в руководящем составе, о чем это говорит? Четвертого военачальника поменяли, как-никак, как мы увидели в сюжете. Ну, мы четко видим провал стратегии Путина по Украине. Это уже общепризнано, и сам Путин уже неофициально, даже официально указывает на то, что они планируют другие совсем, так сказать, перспективы, то есть захвата территории Украины очень эффективно и быстро получилось наоборот. Мы активно не только защищаемся, а освобождаем территории. Вина, конечно, лежит на Путина, но Путин принципиально не хочет это признать. Он начал войну, остановил виновник агрессии, он послал войска, он, конечно, назначил командующих, начиная от Шойгу и Герасимова, заканчивая, конечно, конкретно командующим, который лично руководил по проведению спецопераций и возле Киева, и возле Харькова, и вот на Донецком направлении, на Южном направлении, ежедневно они дают ему отчет, и он дает четкие указания. Например, по Бахмуту уже было установлено им лично 15 сроков захвата Бахмута. И так ни один командующий и группы вагнеровцев не смогли реализовать этот замысел. Поэтому вина только Путина. Но он пытается именно перебросить его на военных и на тех лиц, которые ответственны или брали на все обязательства захватить территории или реализовать задумы Путина. В данный момент все эти провалы, они были поэтапными, поэтому поэтапно вина перебрасывалась на военных, например, Лапина, других сейчас, например, Кова и других. Получается, что нужно искать как бы крайнего. Крайник, как обычно, это командующий или руководитель направления, который не реализовал те планы, которые были якобы... Путин четко дал указания, они по его позиции были очень реальны, но вот и не способен военачальник, он не решал эту задачу. И не мог решить принципы. Путин до сих пор не хочет осознать, что он попал в большую западню, что да, это создало очень стратегическую тему агрессии и большие, так сказать, преступления с его стороны, но сейчас пытается еще каким-то способом снять вину и, с другой стороны, исправить ситуацию. Поэтому смена командующей – это слабость Путина, это его недальновидность, это его непосредственная инициатива в агрессивной войне и в конкретных операциях. И вот сегодня очередной формат ротации Никифору – это еще одна попытка что-то исправить. Но наряду с этим он же и назначил Суровикина, который очень большие надежды уже питал в отношении проведения операции. Но это надежды только были за счет новой агрессии, особенно против мирного населения. То есть получается, ни одна смена не привела к существенным результатам, а привела только к провалам. Поэтому в данной ситуации эта смена ничего не значит. Я считаю, что и очередной командующий приведет к дезорганизации на фронте и будет в очередной раз смещен. Николай Григорьевич, а если отталкиваться от последних Ваших слов, вообще какие изменения случились, произошли в связи с этой текучкой, в связи с ротацией военного командования? Ну, в первую очередь, конечно, меняется командующий направлений, армии, мы говорим, меняется тактика ведения войны. То есть они каждый пытается представить, что он придет с новой концепцией. То есть получив уроки в фронтовой сессии, так сказать, войны, они пытаются менять тактику на не просто лобовые атаки, а и более, так сказать, тонкие вещи, связанные с разведкой, проведение, так сказать, активных разведывательных войсковых операций, пытаться где-то заводить наших войсков отдельно за подню, чтобы ударить с тыла, создать условия для окружения. Но это не получается. Мы видим ни по одном стратегическому направлению, ни возле Бахмута, где они пытались создать несколько котлов, ни возле Луганска. То есть этот вариант не работает. Поэтому мы же знаем глубинно все стратегические замыслы противника, поэтому новый командующий ничего не изменит. Вот единственная расстановка сил в окружении Путина, среди военных, она частично меняется. Путин просто манипулирует. С одной стороны, как бы поддерживая Шойгу Герасимова группу, тогда они были в опале. Мало того, отдав указания Пригожину и Кадырову, чтобы они активно его дискредитировали, их, этих командующих, и их, так сказать, представителей на фронте, например, Лапина там и других, что они виновники, чтобы снять все вину. Затем, когда инициативу взяли на себя Большой Пригожин и Кадыров, вот, и не удалось реализовать обещания, которые дали, особенно по Бахмату Донецкой области, они опять вернулись к военным. Проводят коллегию, проводят его стратегическую программу по реорганизации армии, формированию новых армий, дивизий, округов, двух еще московских, сальпетербургских, карельских, так сказать, новых дивизион. То есть это все, как бы, такой антураж, который именно показывает, что он якобы вместе с армией, армия ее поддерживает, и он, то, что вот первая была ситуация дискредитации, теперь возвращается к военным. Почему? Потому что все-таки активная позиция против армии, это, конечно, очень мощно послабило позиции Путина. Он сам все дискредитировал. То он дружил с Шойгу, с Герасиевым, делал ставку, говорил, что это вторая армия мира, а тогда оказалось, что она неспособная. Он понял уже свою ошибку, в таком информационном формате. Теперь уже проводят коллеги, ездят на фронты, посылают Шойгу. Ну, параллельно, конечно, и поддерживает своего друга Пригожина, который тоже демонстрирует успехи на фронте, реализует обещания Путина. То есть это как бы два крыла. Он создал формат конкуренции, ему удобно манипулировать на этом фоне. И третий формат – это, конечно, активное использование спецслужб. В первую очередь, ФСБ, Главное управление разведки, СВР. Вот этой ситуацией они как бы контролируют и военных, и контролируют и Пригожина, Вагдеровца, и активно ведут работу на оккупированных территориях. То есть это такой скрытый отряд, который создаёт альтернативу для подавления возможного возмущения в средине, особенно среди близкого окружения, в глубинке. То есть они видим, как реагируют именно. В данный момент нужно поднять боевой дух, потому что идут большие просчёты, идут именно большие потери с возвращением уже убитых, уже сотни тысяч, мы уже говорим. Вот поэтому в данный момент применяются именно методы не только устрашения, но и на спецслужбе Путина говорят. Именно растёт недовольство. Поэтому нужно изменить стратегию, что Россия под угрозой, так сказать, нападения НАТО, угрозой ядерной войны со стороны НАТО, то есть это такие нарративы. И с другой стороны мы готовы объединиться, поднять весь народ. В этой ситуации как бы проводится обработка именно в плане того, что мы защитят боев страну, Российскую Федерацию, хотя никто ей не угрожает, а они проводят агрессию. И с другой стороны, что армия впереди. Они только ещё не начинали. Они развернут именно войска, развернут армию в ближайшие месяцы и пойдут дальше в атаку. Вот такие моменты сейчас работают и пытаются именно каким-то способом ещё держать население России в таком напряжении и какой-то дух патриотизма поднимать. Но с одной стороны, как будто бы по исследованиям 70-75% поддержат Путина, но по другим глубинным исследованиям, которые проводили даже месяц назад, около 65-70% против войны. То есть они хотят участвовать непосредственно в войне. Они ещё поддерживают режим Путина и даже его агрессивные намерения, но сами участвовать не хотят. Это уже сигнал очень серьёзный для Путина, что скоро начнутся очень мощные, не локальные протесты, а очень мощные протесты, которые сейчас нарастают сначала в глубинке, в Москве, в Санкт-Петербурге. А если Путин ослабнет, и мы будем дальше активно сейчас продвигаться по направлениям Луганска или Восстой Южном, вот это уже будут конкретные провалы. Уже вот эти все бравада и эти все коллеги, которые проводились, они уже не будут иметь значения, они не будут играть в инфрационном плане. Уже и россияне будут чувствовать, что они перед угрозой полного провала. А тогда начнут искать виновника. Виновник основной, конечно, будет Путин. Николай Григорьевич, хотелось бы обсудить с вами еще вот какую тему. Недавно начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что с 24 февраля внутри ГУР не обнаружено ни единого предателя. Что, конечно, важнейшая информация, вот такая монолитная, четкая, искренняя, слаженная работа украинских спецслужб в том числе. Давайте сравним, вот расскажем всему цивилизованному миру, противовес. А что происходит с разведчиками в Российской Федерации? Какая там ситуация? Нам кажется, что они не настолько радужные. Ну, мы активно работаем по выявлению предателя в всех северных структурах. Я прямо скажу так, неофициально, конечно, сейчас мы их выявили, поэтому сейчас ряды очищаются, особенно проявились именно в период войны. Они арестованы, проводятся следствия, так и в целом сказать. Сейчас мы более имеем четкую позицию, что у нас спецслужбы более чистые, работают очень активно. Российская Федерация, в первую очередь спецслужбы, понимает, что ситуация чрезвычайно сложна для России. Они попали в ту ситуацию, когда именно перспективы для России очень печальные. То есть, они анализировали ситуацию, часть из них давала Путину прогноз, что это будет тяжелая война, и они могут именно проиграть. И Путин даже изменил планы. Не 16-й напал под влиянием, так сказать, определенной части, а все-таки перенес на 24-е. Но силовики, те, которые были настроены на агрессию, победили в этой дискуссии. Поэтому в спецслужбах и в двух разведках, службе внешней разведки России, которая возглавляет Сергея Нарышкин, и, соответственно, в главном управлении разведки Минобороны, конечно, есть разные позиции. И часть из них активно поддерживает позицию Путина и помогает. Но мы сейчас выявляем и диверсантов, прямо агентуру, которая работает и в Украине, и особенно за рубежом. Мы помним, что буквально на протяжении нескольких месяцев целые группы представителей российской разведки были выдворены в страны Европы, США и Канады. Это несколько сот сотрудников службы внешней разведки. Они под прикреплением посольств, под прикреплением международных организаций, под прикреплением бизнеса. Например, в Швеции мы буквально знаем конкретные факты. Семья находилась. Но и нелегалы в других странах, особенно и Австрии, и Италии, и Германии. Буквально позавчера выявили еще очередного агента. То есть это все провалы спецслужб. В связи с чем это произошло? Очень тщательно начали работать представители национальных спецслужб. Европейского Союза, НАТО, США, Британии. Они начали анализировать ситуацию более глубинно. В отношении каждого дипломата, кто проводит разведеятельность, каждого представителя российской общины, всех иностранцев, которые прибыли под любым прикрытием, а это часто через третьи страны прибывали разведчики России, окружение, руководство стран, которое было основным центром направления агентуры спецслужб России. Эти провалы говорят, что Россия, конечно, уже потеряла вот тот драйв разведки, который она раньше имела еще при Союзе и начале. И сейчас идет, конечно, провалы. Активных таких действий, чтобы они могли влиять на ситуацию с позиции разведки, я вижу нет. Отдельно секторально, да. Вот, например, по Сербии мы конкретно, это конкретный факт, где они продвигали в эшелоны власти и в силовые структуры своих ставленников, и поэтому видим конкретный конфликт сегодня с Косово. Это конкретная ситуация с целью отвлечь Европу и НАТО на проблемы Косово, то есть как бы незаживающую рану противовес поддержке нашего государства. Но над этим работой уже выявляются все факторы, которые влияют на даже сербскую проблему с позиции Российской Федерации. Они перекрываются, это каналы. И я думаю, что и спецслужбы Евросоюза, НАТО быстро регулируют эту ситуацию. Николай Григорьевич, еще одно интересное заявление прозвучало из уст начальника Главного управления разведки Украины Буданова. Среди прочего, он заявил о том, что количество агентов Главного управления разведки Минобороны Украины внутри России с начала большой войны возросло. Помогите, пожалуйста, понять, насколько важна подобная деятельность внедренных агентов на территории России. Ну, я прямо скажу, что если мы говорим так в целом, тем более в период войны, борьба между разведками усиливается. Конечно, мы усилили позиции по Украине. Мы видим, что, да, еще не вся агентура выявлена. Над этим работает очень важно СБУ. Но, конечно, мы активизируем наши позиции разведывательные по всем направлениям, включая Россию, Беларусь, оккупированные территории и третьи страны, где Россия имеет влияние. Поэтому перспектива продвижения нашей агентуры очень активно и действия разведчиков. И агентурного типа, и проведения диверсионных операций, и информационной войны. Поэтому в данный момент эти направления очень активно работают. Контретиков мы, конечно, не расшифровываем нигде, потому что это наша безопасность и наша перспектива. Но то, что мы уже имеем позиции и знаем планы и политического руководства России, и военных, и спецслужб по нашему государству, и в целом по блоку НАТО, вот это уже факт. Поэтому я считаю, что все-таки разведка поднимает и растет в своих возможностях, имеет уже тысячи направлений. То есть это и кадры разведчики, агентура, и привлеченные лица, которые работают, и организации, и технические возможности. Это все в совокупности работает именно на победу Украины. Очень важный фактор, что мы в этой ситуации координируем работу с нашими партнерами, которые имеют колоссальные возможности в разведе деятельности. Это сообщество уже мировое, которое именно заключили соответствующие соглашения. И в режиме онлайн мы обменяемся всей информацией. И агентурной, технической, космической разведки, что помогает нам побеждать противника на поле боя. Николай Григорьевич, позволю себе немного поменять вектор разговора. Итак, аэродром Энгельс. Смотрите, на самом деле вот то, что произошло, мы в эфирах Фридема обсуждаем постоянно. Ведь на самом деле знаковое событие. Скажите, пожалуйста, вот учитывая ваш опыт, очень хочется услышать ваше мнение относительно стратегического значения того, что произошло недавно в Энгельсе. Ну, в первую очередь, конечно, мы оценим то, что это военно-политический провал. Это удар по престижу России. Россия декларировала, что, условно, вся территория России, а тем более особо важные объекты, а аэродром Энгельса является таким, потому что там аэродром для стратегических бомбардировщиков и тех, которые могут нести ядерные заряды, он как бы был неприступен. Поэтому этот миф большой в отношении преступности системы противовздушной обороны, системы защиты особо важных объектов, системы зашифровки, системы гостайны, это все провалилось. Это системно и ни разу же. Мы сказали, ну, это один раз, но это случайность. Ну, как бы не ожидали. Но в этой ситуации мы показали, что имеем возможности уже серьезные, которые Россия реально не ожидала, как мы говорим в их разведке. Мы не получили разведданных о том, что мы имеем возможности, а тем более, что готовятся такие операции. И второй момент, это, конечно, то, что конкретный удар по особо важному объекту, который мог и активно использовался для нанесения ударов, стратегических ударов по миронаселению, по инфраструктуре, по особо чувствительным все к энергетическим объектам, ну и, конечно, по военным объектам наших войск. Это все фактически развалилось, как вот снежный ком, потому что в данной ситуации мы порушили и систему управления, систему, так сказать, защиты, ну и, конечно, часть именно особо важных стратегических бомбардировщиков. Они сейчас вынуждены признать, что такие проблемы были, и уже быстро начать расстрелетачивать самолеты на более дальние расстояния. Таких аэродромов военных с такими возможностями для стратегических бомбардировщиков в России немного, поэтому они отправят в Амурск, например, в другие дальние регионы. Это и более дальние траектории для совершения полетов и тем более нанесения ударов, с возможными даже посадками до заправок. Поэтому усложняют уже работу и стратегических бомбардировщиков по агрессивной войне против Украины, особо против мира населения. И мы видим, что конкретно сорвали планы по внесению ударов вот этот период, конец прошлой недели и начало этой недели. И, конечно, это дизерализация всей системы авиационной деятельности стратегического уровня. Николай Григорьевич, можно ли утверждать, что подобные события, сродня с тем, которые произошли в аэропорту, в военном аэропорту Энгельс, являются, по сути, событиями, которые меняют правила игры? Мы показали, что именно сейчас и успешные операции по Энгельсу, и также по Крыму, по другим стратегическим объектам уже меняют правила в целом, исходя из новых технологий и возможностей войны. То есть уже не количество работает, и не вот такая старая система, что мы там далеко и нас не достанут. Уже мы имеем эффективное средство разведки, потому что нужно знать, куда наносить удары. Знать систему противовоздушной обороны, систему защиты, зашифровки, что мы четко узнали. Ну и, конечно, место средства для поражения. Это иностранные средства, но которые еще не достают туда. Но мы уже можем говорить о нашем ВПК, которое очень уже четко заговорило своим производством ракет дальнего действия. Это уже за тысячу километров, и некоторые ракеты летят и две тысячи километров. А потенциально мы имеем возможность выпускать ракеты до 15 тысяч километров, помним «Сатана» и другие. Второй момент – это, конечно, беспилотники. Это новая эра в войне. Она провелась не только в разведке и тактической, так сказать, боевых действиях. А сейчас мы говорим о стратегическом применении. Это не шахеды даже 300-500 километров. Это беспилотники до 2000 километров. Достанут Москву, Санкт-Петербург и аж до Урала. Поэтому эти объекты уже тоже могут быть и уже есть под конкретной угрозой нанесения наших ударов. То есть это уже та ситуация, которая дезорганизует всю систему защиты и обороны противника. Это важная составляющая, которая помогает нам и упреждать удары по гражданскому населению, по энергетическим объектам и, конечно, создавать условия для уничтожения резервов противники, которые подтягивают и будут подтягивать, как мы помним, говорил генерал Залужный, в марте, примерно или в феврале-марте следующего года. Очень важно, чтобы, как мы четко говорим, по всем стратегическим ракетам, бомбардировщикам, кораблям бить на упреждение до того, как они только разворачивают свои действия, а резервы, которые подтягивают на элементах и на путях логистики, их перенещения, когда они еще не были на поле боя, не развернулись боевые части, боевые порядки. Это та система, которая дает на 80% эффект их уничтожения и нейтрализации в плане их агрессии в отношении нашего государства или вступления на поле боя непосредственно или там в Донецком, Луганском или Южном направлении. Николай Григорьевич, спасибо большое за интереснейшую беседу. Очень много тем осветили за то время, которое у нас было. С нами был Николай Маломуш, генерал армии, руководитель службы внешней разведки Украины 2005-2010 годов. Спасибо большое.